Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, ну что продолжаем играть в игру черепашки ниндзя легенды, заберем свои награды и выполним все ежедневочки. Так, вперед, во-первых откроем колоду, так, выпадает баксер муха, так точно, так, мутаген, нам нужно с тобой очень много мутагена для того, чтобы прокачать нашу муху до, точнее какую муху, конечно же паукуса, до 70 уровня. Нужен нам уровень, чтобы нам прокачать дальше муху скиллы. Так, а пока сделаем ему 64 левел, уже что-то, остается 6 уровней. Так, здесь забираем награду и пошли проходить с тобой серию испытаний. Возьмем вот эту вот центральную, чтобы быстренько нам с тобой пробежаться здесь. Почему? Ну потому что, во-первых, здесь ребята классические черепашки и во-вторых, здесь всего лишь одна волна будет, поэтому она проходится очень быстро. Так, Майки, ты обборзил, что ли, я совсем сразу рванул. Так, давай ракету, наверное, запустим. И вертушка, в принципе, этого достаточно будет, я думаю. Упс, я ошибался. Очень сильно. Так, минус Рафаэль. И минус Леонардо. Все, ребята, вот тебе и вся серия испытаний. Ну, это так, чтобы по бринькам пройти, чтобы забрать награду и продолжить. Наша цель, ребята, за два дня, за субботу и воскресенье, подняться куда? Естественно, на топовое место. Это цель номер один. Все упирается в платиновые осколки, только из-за этого. Так, ну что, сразиться в боях, погнали. Значит так, мы с тобой прокачиваем паукусы и нам нужно следующее. Для того, чтобы прокачать, нужно 8 ящиков с инструментами. Так, один ящик есть. Тут второй подлетел. Давай третий. Ну, с ящиками обычно никаких проблем нету. Вот четвертый. Тут же пятый. Шестой. Седьмой и последний. Восьмой ящики все, ребята. Вот он. Так, прокачиваем ему скилл до третьего уровня. Отлично. Так, ну и тут. Ну, тут немножко, конечно, покруче надо, да? Шесть ячеек силовых кренгов. Так, давайте мы, наверное, попробуем. Мы, кстати, задание-то выполнили или нет? Нет, еще не выполнили. Так что ищем. Вот, все. Как только стало там троечка, это означает, что все у нас готово. Так, ну что. Многие, кстати, спрашивают, Рейд, через какой эмулятор ты играешь? А некоторые даже не понимают, как можно играть в Android игры на ПК. Ребят, я вам объясняю. Играю через эмулятор. Основной эмулятор у меня это Bluestacks. Там есть разные версии, но вот основная Bluestacks. Плюс иногда, иногда NoxPlayer и Memo. Но основной у меня все-таки Bluestacks идет. Надеюсь, больше вопросов по этой теме не будет. Это ни у кого. Так, ну что. Задание мы с тобой выполнили. Что у нас там по жетонам? Давай зайдем в магазин. По-моему, у нас хватает на то, чтобы купить еще 3 ДНК на нашу Шенигами. 72 уже. Это хорошо. А сколько у нас... Блин, подожди, я запутался. Сколько у нас этих жетонов? 340. Ну, тут маловато, конечно, еще. Жетончиков. Так, испытания. Учитель Сплинтер. Блин, он нам как бы не нужен, в принципе, да? Там все равно ничего хорошего нету. А вот здесь, вот здесь можно попробовать. Так, ну что. В принципе, ребята, против этой команды вот единственное, что, конечно, Майки. Это да. Он же сейчас будет первым ходить. И, скорее всего, будет вешать уклонение. Ну, ладно, мы посмотрим. Сейчас доберемся до него. Главное здесь не тратить попусту наши супер-атаки всякие. Сохранить их на последний поединок. Бумс. Готов. Так, переходим с собой на вторую волну. Здесь у нас черепашки фильм. Блин, я даже не знаю. Давай-ка попробуем в первую очередь уничтожить Майки. Почти удалось. Минус. Так, здесь. Здесь можно сделать, наверное, вот так вот. Начну с Рафаэля. Возьмем с тобой дополнительную защиту, кстати. Она уж точно нам здесь пригодится. Бросим с тобой гранату. Из России с любовью, так сказать. Все. Ммм, по Рокзарчику ударил. Да хорош ты. Погнали. Так, добивочку. Нет, Рокзар на добивку не пойдет. Так, Лео. Еще сделаем с тобой тогда баф. Вот такой вот. На тебе. Это массовая была атака, да? Ну что, и последняя волна. Ну, здесь будет первым ходить Майки 100% в тегу. А, нет, смотри-ка. Нет, не Майки. А почему? Серьезно? Вот так вот взяли. Что-то, ребята, это... Я немножко удивлен. Такого не должно быть. Как это мы их так разобрали-то? С полтычка. Ладно, тогда пойдем с тобой на вторую волну. Ну, там, наверное... Ой, вторую волну. Второе испытание, но там, наверное, будет уже посложнее. Так, 80-й уровень против нас. Ладушки. Давай посмотрим. Так, ну что здесь? Начнем с нашего суперского, да? Шредера. Минус. Так, ну это вот вырубите, пожалуйста. Окей. Так, стрелоза тут выпендривается. На тебе. Все, отдыхает. Так, а это у нас ролевые черепашки. Начнем с когтей. Слушай, ну тут можно, наверное, и маузеров вызвать. Так, нам надо добить, наверное, Леонардо. И Рафаэльчика теперь. Все. Так, ну и последняя, заключительная волна. Здесь у нас черепашки-видения. Зачем ты это сделал? Я хотел сделать шипы. Ну что, теперь. Давай брать тогда вот так вот, наверное. Донателло, если возьмет провокацию, это будет... Ой, он еще и ускорение делает. Еще и броню повесил на себя. Этот уходит в инвиз. Угу. Поджог. Так, ну-ка. Допустим. Плюс повесим на себя броню. И плюс пулеметная дробь. Ну и что? Хана тебе, красавчик. Все, ребята. Отлично. Ну что, переходим тогда с тобой на последний, третий эпизод. Там уже будет уровень, наверное, 90-й у противников. И поэтому... Возможно, мы даже сможем не пройти. Да, 90-й уровень, плюс здесь оригиналы. Если бы у меня хотя бы все персонажи здесь были бы 90-го уровня, а у меня Рокзар, как ты видишь, и Крис Брэдфорд в 80-й... Оу. Они еще и контратаку на всех повесили. Ты прикинь? Тут надо тогда делать вот так. А что это он не погиб-то? А-а-а. Он же не погиб, потому что постепенка вот только сейчас сработало. Ну что, а здесь у нас оригиналы. Начинаем с волны. И ни на кого не повесился постепенный урон. Ты прикинь, вообще. Ну вы серьезно сейчас, что ли? Я не могу понять, да? Так, Леонардо, наверное, попробую в первую очередь. Отлично. И остается Донателло. Эх, Рокзар, Рокзар. Последняя волна. Вот они, оригиналы. Так, ребят, ну здесь в первую очередь я поставлю защиту. Погнали. Неплохо. Так, наверное, сделаем с тобой хилочку. Она нам пригодится. Так, а кто тут? Леонардо, скорее всего, надо. Да какая провокация-то, господи, ты что делаешь? Я вообще-то хотел сделать когти. Он еще, вот, все, Лео взял провокацию. С уклонением. И сейчас называется, попробуй его пробить. А Рокзара мы потеряем. По моей глупости, ребята, потому что... Ну ты понял, почему. Потому что нефиг было провокацию ставить на него. Я, на самом деле, и не хотел на него делать провокацию. Не знаю, почему нажалось там. Я хотел сделать удар. Так бы мы с тобой вообще здесь никого не потеряли. Понимаешь, да, чем я? Так, ну что. У нас есть с тобой возможность фарма. Сколько у нас там с тобой осталось? 48 сыра. 48, да? То есть, получается, здесь попытка получить кожеголового. Поехали. Не то. Опять не то. И вот начинается, ребята, вот это вот западло называется. Последняя попыточка. И балалай к тебе. Держи карман шире, как говорится. Ну, тогда я здесь попробую потратить. Настольная игра. Вот что тебе дали. Не фартиет. Я не знаю, ребят, так проблемно этого кожеголового добывать. Я даже не знаю, что делать. Так, ну что, а у нас турнирка. Ариэн, конечно же, ребята. Лига Сюгнов, 3 звезды. Поехали. Так, 65 уровень. Я думаю, что здесь, наверное... Так, погоди, не так. А как тут лучше сделать-то? Ну, хорошо, я рискну. Я думаю, что Шреддер справится с 65 уровнями. Ну, на худой конец, надеюсь, на постепенный урон. И они все смогут погибнуть. Поехали. Великолепно. Просто шикарно. Шреддер не подводит. Так же, как, в принципе, и Армагоши. Так что двигаемся дальше. И перейдем? Нет. Не перешли мы с тобой в Лигу Мастеров. Это пока не перешли. Давайте-ка мне 16.22, пожалуйста. Вот. Так, Шреддер, мы тебя забираем. Я возьму сюда, наверное, еще и Леонардо, на всякий случай. Хотя Леонардо, наверное, нам не понадобится. Здесь слишком легкий враг. Лучше мы с тобой побольше отыграем слабеньких, да? Ну-ка. Ну, тут постепенный урон, так что нормально все. Ну что. Переходим тогда. Да, ребята. Лига Мастеров. И здесь нам... Так, 66-й, 68-й. Но здесь я боюсь, что Супер Шреддер один уже не справится. Поэтому возьмем Леонардо на подстраховку. Раз, два, три. Вот такой командочкой попробуем. Так. Ну что. Шипы. Вертушка. И все. Все, ребят. Победа. Сейчас посмотрим, куда мы с тобой переместимся. На какое место. Ну, в принципе, только если перешли. Особых тут результатов ждать не стоит. С 91-го места перемещаемся на 81-е. Окей. Так, ну что. Здесь попробуем, наверное, получить 16-23. Не дают. Пока не дают. И, наверное, вообще не дадут. Ладно, хорошо. Берем тогда вот этих вот ребят. Опять же. 66-й. 65-й уровень. Ладно. Возьмем опять Леонардо. В последний раз. Потом уже будем брать кого-нибудь другого. Потому что два отката тратить. Пока не для чего, да? Есть еще персонажи, с которыми можно отыграть. Шреддеру тем более. Тут можно было его вообще не брать. Потому что, ну, ты сам видишь, постепенно урон. Так что без каких-либо проблем проходим. Ну что же, двигаемся дальше. Лига мастеров. Две звезды. Сегодня нам уже нужно взять по любасику. Но это и будет, скорее всего. Лучше три звезды. А завтра попасть уже на топовое место. И, как говорится, расслабиться. Так, 16-22. Так, Шреддер плюс Ромагон. Раз, два, три. Вот этих вот бойцов возьмем с собой. Рок, Средина, Пита и Роквелла. Кто-то написал, прокачай Роквелла до сотого уровня. Ну, ребят, на самом деле я не вижу в Роквелле. Ну, единственное, да, у него есть массовая атака. Когда он разбрасывает всякие там финки, ножи, всякую ерунду. Но как именно боец, он мне не особо нравится. Он больше такой менталист. У него дополнительная защита. Да, как ты видел? Да что такое-то, я не понял. Это что за дела-то? Не врубил себе что-то. Мои ребята вообще не могут их пробить, да? Только лишь Армагоша в состоянии. 65-й, 66-й уровень. Все, ребят, 55-му не подвластен. Вообще никак. Трындец. Ну что, куда мы с собой переходим? 60-й, то есть 10 ступенек пролетаем. Отлично. И до сих пор дают 16-22. Интересно, интересно, ладно, хорошо. Я потерплю еще. Ну, где там мои? Вот, раз, два, три. Очень медленно, конечно, у нас отыгрываются персонажи. С самого хвоста. Ну, потому что всего лишь по три приходится брать. Так, Шреддер бомбит. Ну и как ты видишь, тут постепенный урон висит. Но все-таки Донателло будет, естественно, их добивать. Ну что же, мы тогда переходим, я так понимаю, на 50-й ранг. Скорее всего. Потому что был 60-й, 10 ступенек, если взять, должен быть, по идее, 50-й. Или 49-й. Нет, все-таки полтишок. Окей. Может быть, дадите мне все-таки уже 16-23. Хороший. Вот, 17-23. Нормально. Теперь я спокоен. Так, а вот насчет Бакстера Стокмана, я не совсем уверен, что он у нас сходит сразу же после Супер Шреддера. Тут только при... А-а-а, тут Хан. Ну, если его, конечно, Шреддер вырубит, это будет круто. Все. Тут дальше волна просто запускается. И адьевс, Аймиго. Кстати, у нас, по-моему, друзья мои, в Far Cry вышло обновление, да? С Дэнни Трэхо. Теперь там что-то можно мутить. Надо будет как-нибудь в ближайшее время зайти. Так, ну что, 39-я позиция. Так, давайте-ка мне опять 17-23, пожалуйста. Блин, вот же было. Так, отлично, берем вот здесь вот. Ну что, Шреддер, Усаги. Так, Майки, по-моему, нам пока здесь не нужен. Здесь вот так вот сделаем. Погнали. Ну, Усаги здесь, честно говоря, так. Для прикрытия. Но он ходит первым. Значит, после Усаги здесь ходит Супер Шреддер, естественно. Он эту команду все разорвет. Потому что тут, в принципе, они и так уже готовчинка там. Великолепно. Ну, мне вот почему-то нравится, когда Шреддер либо играет с Леонардо, либо с Армагоном. Вот это вот замечательная комба. Во-первых, быстро все это проходит, да, и динамично. Так, ну что, 28-я позиция, друзья. Двигаемся с вами дальше. Опять они дают 16-22 вместо 17-23. Причем не было никаких ни проигрышей, даже не было каких-то разочарований. Почему они понижают? На каком основании вообще вот это вот происходит понижение? Так, Шреддер и, наверное, Ваньку я возьму. Нет, Ваньку. Или Вань... Давай вот так вот сделаем, чтобы не париться. Чтобы не думать, кого-то взять, что сделать. Возьмем эту команду и все. Тут, понятное дело, что им нам, с нами не справиться. Давай их вот так вот на тебе, Пит. Теперь Шреддер. Выпускать свои клинки. Ну, ты видишь, они уже тут начинают сыпаться потихоньку. Лео, 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 тихо. Даже не попал. На-ка. Все. Отдыхает. Единственное, что я не могу понять. Сегодня было обновление. Доработка неточностей. Каких неточностей, ребят, ничего не видно. Все как было, так и осталось. Ну что, я думаю, еще один поединок или два. И мы уже в Лиге Мастеров две звездочки. Все ближе и ближе к нашей заветной цели. Так, Карайка плюс Майки здесь. Значит так, беру Шреддера. Беру Рафаэля. Раз, два, три. Шреддер, Рафаэль. Ну ладно, Шреддер. А, Зэк же еще есть. Ну тогда все нормально. Поехали. Ну-ка, этого хватит. Ну да, Карайка от постепенного урона погибла. Тоже очень быстро проходим. Ну потому что Зэк хоть немножечко, но отнял здоровье. Это как раз тот самый минимум, который необходим был для того, чтобы Шреддер остальных всех добил. Так, ну что, четвертая позиция или какая? Пятая? Окей. Ладно, соглашусь. Да что ж ты будешь делать? Ты опять даешь 16-22, а? Ты посмотри на них. Ну хорош, хорош выпендриваться. Вот. Блин, ну тут Майки. Давай вот эту лучшую команду возьмем. Так, Армагон Леонардо. У нас сколько? 13 откатов. Не так, кстати, и много. Ну, если постараться, если еще прикупить, то в принципе до Лиги Мастеров Три Звезды можно добраться сегодня. Так, ну что, давай добивай. Отлично. Бипоп там наяривает. Вы крутасы. Пародирует Майкла Джексона. Ну что, я нас поздравляю. Лига Мастеров 2 звезды у нас в кармане. 95-я позиция. И у нас... Ну вот, дают теперь 17-23 без проблем. Так, опять же, у нас Супер Шреддер Леонардо. Раз, два, три. Если я так вот по 3 персонажа буду отыгрывать каждый бой, то как раз нам где-то до 3 звезд и хватит. В принципе-то. Единственное, что с откатами. Откаты, да, придется, наверное, докупать. Или же, или же мы с тобой ничего не трогаем. И просто завтра допроходим своими уже силами. Кстати, надо посмотреть, как мы работаем. Так, завтра суббота выходной. Воскресенье в ночь, понедельник в ночь. Угу. Окей. Вторник, опять же, выходной. Нормально, нормально. Буст, по идее, должен быть, если, ребята, я опять не просплю. Ну, сам понимаешь, с ночной смены приходишь. Если будут силы встать, извините меня, в 3 или 4 часа дня, чтобы заснять серию именно на бусте, то да. Если же не проснусь, то буста уже не будет. Будет наподобие буста, там уже с большим отрывом. И то на следующий день. Так, ну что, Лео, давай, жги. Отлично. Так, сколько нам там еще? По-моему, у нас 170 только лишь, да? Осколков платиновых. То есть, нам еще собирать, собирать, собирать. Так, 75-я позиция. Вот оно как. Так, секундочку, что-то я уже не туда побежал. Давай берем этих, этих. Раз, два, три. Окей. Стоят бусурманы. Так, постепенно урон повесили. Твой Леонардо, наверное, вот так вот. Хоп, может было и вертушку, конечно, сделать, но я вот захотел, чтобы они от постепенного урона погибли все. Так, какое там у нас местечко сейчас будет? 62-е? Угу, 65-е. 65-е, ну тоже неплохо. Раз, два, три. Да, по три персонажа. Разыгрывать это надолго, конечно. А самое главное, что, ребята, получается зацикленность. Понимаешь? Ходит первым Шреддер, вторым ходит Леонардо. А эти просто идут как, ну, в довесок. Они даже не успевают походить. Если бы была моя воля, и если бы давали бы чисто кубки за победы, а не за то, сколько у тебя персонажей, я бы брал бы одного Шреддера и проходил бы здесь все. Понимаешь? Ну, так как нужно именно кубки начисляться за каждого нашего персонажа, хочешь не хочешь, надо вот так вот делать, добирать. И, как говорится, по-быстренькому с ними расправляться. То есть, не то, что там на равных драться, там, телепункаться с ними. Нет, именно вот делаешь супер-ульту, что у одного, что у второго, и быстренько проходишь. Все, других вариантов здесь и быть не может, иначе просто у тебя не хватит персонажей. Да и больше всего ты будешь фейлиться, чем выигрывать. А фейл, это, как говорится, минус кубки. То есть, ты просто зря потеряешь время. Эта школа уже проверена. Тем вариантом, которым я сейчас пользуюсь, если не соврать, ребята, это уже год, а может быть даже два. Я пользуюсь, и ты прекрасно видел, никаких сбоев. Я уже забыл, когда я в последний раз не был в топе. Ну, чтобы на первом месте. Когда это было? Я не помню. В любом случае, из любой ситуации мы выходили, даже уже там 3-4 дня не играл, все равно мы с тобой попадали на первое место. Даже в самый последний день, в понедельник, когда перед откатом мы то успевали умудрялись вырваться. Да, мы тратили доллары, мы тратили, мы покупали с тобой откаты, но делали это. И все ради осколков этих платиновых. А почему? Потому что, ну, за счет этих платиновых осколков ты только можешь с помощью них перевести персонажа на последний ранг платиновый. Без них вот вообще никак. Как вот видишь, у нас оказывается уже 2215 долларов. Откаты нужно покупать. А зачем я буду покупать, ребята, если у нас можно десятку еще получить за просмотр рекламы? М? Согласись. Зачем нам тратиться? Так, Шреддер. Тынь, 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 тынь. Посмотрим. Сможем ли мы вот этой командой такой вот справиться? За счет одного, конечно же, Шреддера. Вот мне интересно знать. Враги нас сильнее. На почти 10 уровней. Сейчас проверим. О, кажется, я уже понял, ребята, от кого будет крышка. От Ванька. Ванюша сейчас. Но если мы, конечно, вот так вот его не подстегнем. Е. Тогда все, победа за нами. Постепенно урон очень силен, поэтому Донателло погибает. Как говорится, отыграл последний свой ткатик. Ну что, я тогда, ребят, наверное, все-таки за кадром посмотрю. Рекламы получить надо еще 10. Наших откатов и продолжить битвы. Ну что, друзья мои, продолжаем. 10 откатов у меня есть. Я думаю, нам этого должно хватить, в принципе. Чтобы пройти в Лигу Массеров 3 звезды. Так, подожди. Не, не, не. Не надо мне эту бригаду. Я лучше вот эту возьму. Так, раз, два. А может быть, не хватит. Ну, посмотрим. Тут еще с персонажами проблема. Как бы они тоже заканчиваются. Так, ну что, по стандарту. Шередер, давай, жги. Так, и Лео. Свою вертушку. Замечательно. Кто-то говорил прокачать Алапекс. В принципе, можно было бы. Макмана говорили прокачать. Потому что Макман действительно уже давно, ребята, просится на повышение. Так, ну что, остается совсем чуть-чуть. Возьмем, наверное, Усаги. Шередер вместе с Усаги. Это будет круто. Сейчас вертушка, вертушка, потом шипы и все. Никаких проблем. Так, давай, родной. Он даже когда бежал, у него шляпа слетела. Соломенная вот эта вот. Вот и все. Блин, ну какой же он, смотри, у него здесь клинки. Весь венозный какой-то. Трындец. Так, ну что, нам получается, да, еще один поединок. И мы с тобой в Лиге Мастеров Три Звезды. Так, 17.24. Берем с тобой Шередера. Возьму я, наверное, Армагона. Раз, два, три. Так, у нас с тобой еще как раз на два поединка. В принципе, да, должно у нас все уложиться. И по персонажам, и по откатам. Ну-ка. Замечательно. Давай, Армагуша. Вали, пинай их всех там. Замечательно. Так, это получается шесть. Шесть персонажей нам нужно отыграть. Ну и, естественно, два отката. По два отката на каждый бой. Четыре отката. Так, друзья мои, я нас поздравляю с Лигой Мастеров. Три звезды. И здесь вот... Ну ладно, давай возьмем эту команду. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, пускай Бакстер Муха будет, как говорится, сегодня на отдыхе. Не вудила она. Не попадает к нам в команду. А ради одной Мухи, как говорится, тратить откат я не собираюсь. Итого у нас, получается, где-то будет 70-е место. Да, завтра мы с тобой 100% уже попадем в топовое место. И все. Там только дождать понедельника. И, соответственно, новой недели. Получать награды. И... Буст. Слушай, хотя 70-е место не получим мы. Наверное. Не успеем вытянуть. Так. Тэн-тэн-тэн. Не получится. Ни за какие ковришки. И еще один откат у нас с тобой остается. Ну и пускай остается. Завтра он нам пригодится. Поехали. Так. И добивочка. Все, ребята. В принципе, на этом можно и закругляться. И заканчивать сегодняшнюю серию. Больше нам делать нечего. Ну, откаты, конечно, можно получить. Точнее, телепорты. Но я думаю, что это мне легче сделать за кадром. Что ты скажешь на это, да? Кстати, подожди. Мы же с тобой набили мутаген. Так ведь? Значит, мы прокачиваем нашего паукуса. Ну вот, смотри. 67 уровень. То есть, еще три уровня поднимаем ему. И все, ребят. И прокачиваем его дальше. После прокачки паукуса, я думаю, наверное, мы докачаем с тобой все-таки Ваньку, наверное, или Майки. Тут вам решать. Либо стиранка, либо Майки. Может, вообще Джастина. Потому что в 80-х уровня у нас тут, ну, тоже хватает. Так, ну что, друзья мои. На этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok